Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами познакомимся с интересной и удивительной темой «Часовые пояса» и где наша страна на карте часовых поясов. Сегодня мы с вами узнаем, что такое время, какое существует время и научимся определять часовой пояс и время по карте. Ребята, прежде чем перейти к новой теме, давайте с вами вспомним, что мы проходили на прошлом уроке. Площадь Кыргызской республики – 198,5 тысяч квадратных километров. Протяженность границ – 4508 километров. С какими государствами граничит Кыргызстан? Кыргызстан граничит с Казахстаном протяженность 1113 километров, с Узбекистаном протяженность 1374 километра, с Таджикистаном протяженность 972 километра и с Китайской народной республикой протяженность 1049 километров. Ребята, а теперь давайте мы с вами попробуем разгадать кроссворд. Естественным рубежом в Кыргызстане может являться река или хребет. У Кыргызстана нет естественных рубежей в районе Ферганской. Долины. Самый близко расположенный к Кыргызстану – океан. Индийский. Назовите хребет, который является естественным рубежом между Кыргызстаном и Таджикистаном. Кыргызстаном. Туркестанский. Назовите пик, расположенный на границе между Кыргызстаном и Казахстаном. Манас. С какой страной Кыргызстан граничит на юго-востоке? Китай. При изучении географии нашей страны важны не только представления о природе, но и учет времени. Стрелка числов, словно дирижерская палочка, управляет грандиозным хором всей страны. Она не только регистрирует время, но и задает согласованность и ритм развития работы. Многочисленных предприятий. Движение железнодорожных составов. Начало и окончание рабочего дня и школьных уроков. Что означает время на ваших часах? Как же происходит счет времени? В разных местах земного шара, расположенных на разных меридианах, то есть имеющих разную долготу, в один и тот же момент часы показывают разное время суток. Например, когда в Бишкеке 12 часов, в Москве 9, в Лондоне 7 часов, а в Аргентине 3 часа. Измерение времени согласовано со сменой дня и ночи, то есть вращением Земли вокруг своей оси. Вращаясь, Земля поворачивается к Солнцу различными меридианами, на которых наступает полдень. В то же время на противоположной стороне полночь. Но на одном и том же меридиане в каждой его точке от Северного полюса до Южного время суток оказывается одним и тем же. Это время называется местным. Ребята, давайте вспомним, что Земля осуществляет один оборот на 360 градусов за сутки, то есть за 24 часа. Делим 360 градусов на 24 часа. Получаем 15 градусов. Расстояние, которое Земля проходит за один час, в одном часе 60 минут. Значит, один градус Земля проходит за 4 минуты. Один градус – это примерно 111 километров. Но пользоваться такими расчетами очень неудобно, потому что пришлось бы, проезжая 111 километров, переводить часы на 4 минуты. Долгое время, вплоть до 19 века, города, которые находились на разной долготе, имели собственный счет времени. Но с развитием железнодорожного транспорта, телеграфа, возникла необходимость в привязке к одному времени. В 1878 году канадский инженер предложил поясное время, поэтому астрономы разработали систему так называемого поясного времени. И для упорядочнивания существующих в разных странах огромного разнообразия местного времени на международном конгрессе в 1884 году было решено принять поясное время. За основу отсчета был взят гринвенческий меридиан, время которого получило название Всемирного. Ребята, вспомните, откуда произошло название гринвенского меридиана. Гринвенский меридиан – это меридиан, проходящий через гринвенскую обсерваторию. Находится она в Лондоне, столице Великобритании. Туристам Великобритании советуют сделать три вещи. Первое. Прокатиться на знаменитом дабл-деккере, ярко-красном двухэтажном автобусе. Второе. Прогуляться по павильонам киностудии, где снималась история жизни о Гарри Поттере. И третье. Потоптаться или попрыгать, или просто сфотографироваться на линии нулевого меридиана, который является точкой отсчета времени на планете. Впрочем, точка отсчета времени не всегда была в Великобритании. Задолго до принятия нулевого меридиана в Гринвиче нулевая долгота проходила в Париже через помещение церкви Сен-Цюльпис. До сих пор сохранилась медная полоска, монтированная в пол. Медная полоска, которая протянулась с севера на юг, называлась линией розы. На глобусе линию розы называли меридианом или долготой. Это была воображаемая линия, проведена от северного полюса к южному. Весь земной шар был разделен по меридианам на 24 пояса. Каждый из них включал в себя 15-градостную долготу, поскольку Земля за один час поворачивается на 15 градусов. Таким образом, время в каждом поясе отличается от времени в соседних поясах на один час. В пределах пояса условили считать время по тому времени, который проходит посередине. Время в границах одного часового пояса называется поясным. За нулевой меридиан принят часовой пояс посередине, которого проходит меридиан Гринвич. Этот же пояс служит 24-м. От нулевого пояса ведут счет к часовым поясам. Вращается Земля с запада на восток. Поэтому отсчет времени идет с запада на восток. При движении на восток время прибывает на один час. При движении на запад на один час убывает. Обратите внимание, что границы поясов проведены не строго по меридианам, а с учетом расположения государственных границ, близ расположенных административных границ, крупных рек, транспортных магистралей. Поясное время легко рассчитать, зная, в каком поясе находится тот или иной населенный пункт. Ребята, на Земле есть уникальное место линий переменной даты, который находится в Беринговом проливе на 180 градусе. Она проходит между российским островом Ратмановым и американским островом Крузженштерна. Пересекая эту линию, путешественники попадают во вчерашний или завтрашний день. Здесь начинаются новые сутки. Расстояние между островами всего 5 километров, но разница во времени в сутки. В книге Жюль Верна «Вокруг света в 80 дней» Филиас Фокт был убежден, что проиграл Пари, но у него оказалось в запасе целые сутки. По этой же причине первые кругосветные путешественники-спутники Магеллана потеряли один день, хотя тщательным образом вели судовой дневник. Ни те, ни другие не учли линию переменной дат. При пересечении линии переменной дат с востока на запад сутки прибавляются, а при движении с запада на восток убывают. Например, жителю российской Чукотки надо вылететь на Аляску, США, и прибыть туда 10 декабря. Вылетать из Чукотки можно 11 декабря, ведь на Аляске в это время еще вчерашний день. А вот улетая с острова Крузенштерна в новогоднюю ночь можно не успеть встретить Новый год в России. Он к этому времени уже пройдет. Но это еще не все. В 1930 году в СССР поясное время было переведено на один час вперед постановлением декретом Совета народных комиссаров с целью более полного использования дневного света в течение рабочего дня и экономии электроэнергии. Это время назвали декретным. По московскому декретному времени работает весь транспорт и все средства связи России для удобства отсчета времени и избежания путаницы в связи с большим количеством часовых поясов. По международным договоренностям вся поверхность земного шара была разделена меридианами на 24 часовых пояса. Разница между этими поясами составила 1 час времени или 15 градусов долготы. Все часовые пояса мира имеют порядковые номера. За начало отсчета был принят гринвический меридиан. Часовой пояс, в центре которого он находится, имеет номер 0. Отсчет поясов ведется к востоку от времени нулевого меридиана. Время во всем часовом поясе определяется по времени меридиана, проходящего в середине пояса. Поэтому время в соседних часовых поясах отличается на 1 час. Однако, строго по меридианам границы часовых поясов проводят лишь на морях, океанах и на малонаселенных территориях. Обычно для удобства использования их проводят по государственным и административным границам. Ребята, есть еще одно время. С 1981 года в нашей стране, как и в ряде других стран, введено еще и летнее время. Ежегодно в последнее воскресенье марта стрелка часов переводится на 1 час вперед по сравнению с поясным и декретным временем. А отменяется летнее время в последнее воскресенье октября переводом часовой стрелки на 1 час назад. Таким образом, с конца марта до конца октября поясному времени любого пункта прибавляется 2 часа, а в осенне-зимний период 1 час. Современную систему летнего времени впервые предложил новозеландский энтомолог Джордж Вернон Хатсон, чья сменная работа давала ему свободное время для коллекционирования насекомых и позволила ему осознать ценность дополнительного дневного света. Первой страной в Европе, которая использовала идею летнего времени с целью сохранения угля во время войны, стала Германия с 30 апреля 1916 года и ее союзники в Первой мировой войне. Россия и некоторые страны в 1917 году, а США в 1918 году. Ребята, посмотрите на карту. Вы видите, что сейчас многие страны мира отказались от летнего времени, в том числе и наша страна. Но есть страны мира, которые имеют большую территорию и расположены в нескольких часовых поясах. И поэтому там действует по территории не единое время, а время часового пояса. Например, в России их 11, а в США 6 часовых поясов. Исключением является Китай, несмотря на то, что страна расположена в нескольких часовых поясах. Там действует единое время. Время в Кыргызской республике на всей территории страны соответствует 6-му часовому поясу. Территория Кыргызской республики имеет протяженность по долготе около 11 градусов, что соответствует 44 минутам по времени средний меридиан этого пояса 75 градусов восточной долготы проходит вблизи от Бишкека столицы страны. Действующее время в Кыргызстане опережает географическое поясное время на 1 час. На территории Кыргызстана с 1981 года по 2010 год действовало летнее время. Для удобства отсчета времени на территории Кыргызстана и стран СНГ во избежание путаницы в связи с большим количеством часовых поясов действует московское время. Московское время на 3 часа отличается от всемирного кардинированного времени. По московскому времени работает весь транспорт и все средства связи стран СНГ. Ребята, давайте вспомним с вами пройденный материал. Местное время. Время на одном и том же меридиане в каждой его точке от северного до южного полюса. Поясное время. Время в границах часового пояса. Линия перемены дат. Условная линия по 180 меридиану, от которого начинаются новые сутки. Московское время. Для удобства отсчета времени на территории стран СНГ. Летнее время. В конце марта часы переводятся на 1 час вперед, а в конце октября на 1 час назад. Многим из нас при пересечении границы приходилось переводить часы. Это связано с наличием на нашей планете часовых поясов. При пересечении афганно-китайской границы вы переводите часы сразу на 3,5 часа вперед. Это единственное место в мире, где один шаг занимает столько времени. Китай это одна из самых протяженных стран мира. До революции 1949 года государство делилось на 5 часовых поясов. Но из-за этого на Тибете закаты опаздывают на 5 часов и солнце садится примерно в полночь. Считается, что первыми рассвет на земле встречают японцы. Именно поэтому Японию называют страной восходящего солнца. Но это не совсем верно. Во полдень на северном и южном полюсах часовые пояса сходятся в одной точке. А это значит, что они не относятся ни к одному часовому поясу. Как правило, ученые, которые там работают, используют время своей страны или государства, из которого им привозят продовольствие. Земной шар разделили на 24 часовых пояса. 180 меридиан является линией перемены дат. Если пересечь линию перемены дат с востока на запад, то сутки прибавляются. Если пересечь линию перемены с запада на восток, то сутки убавляются. Житель Аляски прилетел на Чукотку 14 июня. Какого числа он вылетел из Аляски? 13 июня. Определите, сколько времени будет в Москве, если в Бишкеке полночь? 21 час. За один час Земля вокруг своей оси поворачивается 15 градусов. Отсчет времени во всем мире начинается от гринвенча меридиана. На территории какой из указанных стран самое большое количество часовых поясов? Правильный ответ Россия. Ребята, жители какого населенного пункта первыми встретят Новый год? В пункте А или в пункте Б? Правильный ответ в пункте Б, так как этот населенный пункт находится первым после линии перемены дат, где начинаются новые сутки. Если житель Кыргызстана поедет отдыхать на Канарские острова, то он переведет часы на пять часов вперед или назад. Правильный ответ на пять часов назад. Ребята, итак, наш урок подошел к концу. До свидания.